для поднятия души для поднятия души замечательного человека который который зовут его хаймойши михаил бендершон мидич значит хаймойши михаил бендершон мидич что он поднялся в лучший мир и пусть душа его там находится с душами праведников с душами брама и скака якова с душами всех праведников он оставил после себя замечательных детей внуков которые все соблюдают заповеди учат тора тору это очень важно потому что самое главное какой след ты оставляешь за собой это как раз что остается за тобой это как раз тебя дальше в дальнейшем поднимают в духовном мире поэтому я уверен что сегодня у хаймойши михаила бендершон в день когда йоркца это годовщина то то пересматривают пересматривают как как бы делая человека да то есть идет так как лично индивидуальная рожа шана начала года и смотрят на то что ты оставил а у него прекрасные все внуки множество внуков как тора это древо жизни все все религиозные соблюдают заповеди сын дочка внуки внучки слава богу слава богу это очень важно и сегодня мы изучаем 56 урок сегодня мы узнаем удивительную вещь удивительную вещь которая которая просто как одна из самых великих тайн тора и те кто даже учат тору многие это не знают вот можно учить тору всю жизнь и многие вещи вообще не знать вот смотрите 56 урок значит до этого мы говорили о том что нужно верить в частное предопределение и как частное предопределение и бетахон вера в то что всевышний упование на всевышнего улучшает жизнь все отлично это мы эту тему закончили значит человек он уповает что завтра будет все хорошо он верит что всевышний с ним ведет индивидуальную работу все что происходит с каждым из нас всевышний всевышний через это проявляется поэтому мы называемся вайкра и возвал почему мы так называемся вайкра и возвал потому что всевышний взывает каждому из нас и как раз через через разные события вот не нас лови из гадича да очень я хотел бы съездить в гадич с божьей помощью закончится война вот прям одна из блин эдер блин эдер без обеда но я очень хочу съездить в гадич это рядом с харьковом харьков хочу съездить в гадич там похоронен альтер эрэбе помолиться на его могиле это будет очень отлично так вот что интересно вот человек понимает что все даже вот то что сейчас увидел про гадич даже то что все происходит все это проявление всевышнего и частное индивидуальное проявление и вот начинается у человека какие-то неприятности вдруг жизни какие-то проблемы я вам скажу что нет я не знаю ни одного человека без проблем у каждого есть какие-то проблемы большие маленькие средние огромные страшные не страшные но я не видел ни одного человека без проблем и говорит нам здесь вот сегодня мы узнаем в эту очень интересную вещь войти в землю израиля называется сегодняшняя глава и он говорит такую вещь известное высказывание наших мудрецов трактате брахот в талмуде написано такая вещь что три подарка дал всевышний народу израиля и все три получаются через страдания в самом высказывании уже есть противоречия да с одной стороны это подарок с другой стороны через страдания кто дает подарки через страдания всевышний дает и какие-то три подарка грядущий мир вечная жизнь тора и земля израиля получается что если человек хочет удостоиться этих прекрасных вещей он непременно должен страдать даже если ни разу в жизни не согрешил то есть оказывается что есть в этом мире такая такая вещь что если тебе всевышний что-то дает ценное то за это ценное есть цена раз оно ценное есть цена всего равновешено и три самых ценных вещи это тора земля израиля и вечная жизнь они даются через страдания представляете теперь получается что земля израиля также должна быть оплачена страдания о почти это знают все кто приезжает в израиль они прям это известная вещь теперь но что же делать человеку если он все-таки хочется удостоиться этих замечательных вещей что ему необходимо страдать даже если он идет путем истины вот это вопрос причем эта схема работает здесь выделены три главных духовных вещи это тора земля израиля где особое место в котором ворота в небо и вечная жизнь то есть прям конкретно написано что все это достигается через страдания но это же схема работает и по-другому хочешь хорошую жену хорошую семейную жизнь получается через страдания должен чуть-чуть свое убрать убрать свою я где-то по промолчает где-то потерпеть где-то и так далее хочешь много зарабатывать должен опять же тут поучиться тут поработать тут восемь раз не получилось два получилось и так далее то есть все хочешь тела здоровая красивая будь любезен терпи тренируйся больно тяжело и так далее то есть все получается через страдания теперь он говорит давайте рассмотрим такую вещь был такой гурст и рэбэ и он задает вопрос он говорит очень странно говорит смотрите в начале после того как была дарована тора народ израиля подошел к земле израиля за три дня хотя путь занимала 11 дней но если идти пешком нормальным ходом то но они оказались возле земли израиля через три дня получается всевышний хотел дать возможность зайти им за три дня теперь но из-за того что они был беспричинный плач был грех разведчиков они сказали мы боимся зайти давай пошлем разведчиков давай послали разведчиков 40 дней не было разведчиков вернулись разведчики говорят мы не сможем победить мы не сможем зайти все то есть Всевышний их за три дня довел вместо одиннадцати, а тут приходят разведчики и говорят, мы вообще не сможем зайти. И что? И то, что Всевышний сказал, все, за этот грех, за каждый день, что разведчики сомневались, исследовали землю, погоду в пустыне, сорок лет в пустыне, все это поколение умрет, следующее поколение зайдет в землю Израиля. Таким образом, пишет он, если бы сыны Израиля не согрешили, они достигли бы земли Израиля за три дня. И без усилий, без войн, без всего. Получается, а как же так? А написано то, что земля Израиля приобретается через страдания, а тут три дня и без войн. Как же так? Это был вопрос Гурского Рэбе. То есть, ему был вопрос такой, то, что сорок лет они были в пустыне, это понятно. То, что потом в 12 лет были войны, это понятно. То, что человек приезжает в Израиль, и земля Израиля приобретается через страдания, понятно. Но он задает вопрос, а как, если бы они не послали разведчиков, если бы они не сомневались, то, что получается это высказывание неверно? А это уже, ну как бы, это закон, это аксиома, что земля страдания получается через страдания. Земля Израиля получается через страдания. Отвечает он на этот вопрос Именно об этом спрашивает Гурстереба Автор книги Сфатемет Что мы видим Что действительно страдания Во время катастрофы было уничтожено 6 миллионов евреев И лишь эти жертвы помогли нам вернуться на землю Израиля То есть было 6 миллионов евреев Это огромная была жертва Это была треть еврейского народа погибла тогда в мире Треть и потом в 48 год появляется государство Израиль Значит как оно появляется Войны 48 год, 50 год, 53 год, 67 год, 73 год Постоянные войны Сколько пролито крови Если так спрашивает Гурстереба Как может быть что в соответствии с первоначальным планом Святого благословенного То есть первоначальный план Бога был 3 дня Он говорит а как это может быть Если мы видим что по факту какие огромные страдания Являются ценой за вот этот подарок А как же быть с первоначальным планом В Туре написано что они подошли за 3 дня 3 дня пути Сразу войти в землю Израиля Неужели 3 дней любых испытаний Может быть достаточно для обретения земли Израиля Мы видим своими глазами Земля Израиля оплачивается куда большими страданиями И он говорит есть 2 вопроса Первый вопрос Если 3 вещи к которым мы так стремимся Тора Мир грядущий, вечная жизнь Земля Израиля обретаются только страданиями Неужели мы обречены страдать всю жизнь И второе Если земля Израиля в числе трех вещей Что обретаются страданиями Как же Всевышний собирался дать нам в наследство святую землю Без всяких страданий Это 2 вопроса Гурского Рэба Понятны да 2 вопроса Теперь ответы Ответ прямо Эта глава он подчеркнул Прямо Жирными черными буквами Потому что этот ответ на эти 2 вопроса Он объясняет очень многое в жизни И это он дает такой нам прорывной путь К решению всех своих проблем Всех своих сложностей Всего что в жизни нам мешает Он говорит так Я прочитаю Автор книги Сфат и Мэт Это книга этого Гурского Рэба Отвечает на заданный им вопрос Его ответ может служить и ответом на наш собственный вопрос Потому что человек спрашивает Вот сейчас приехало сюда Сотни моих знакомых Из Киева С кем мы в Киеве дружили Из Москвы Из России Десятки тысяч всего приехало Одного встречаешь Как дела? Куже некуда Я уезжаю Вообще не могу здесь жить Я уезжаю Другого встречаешь Как дела? Слушай, а в жизни Никогда так не был счастлив У меня вообще все Вообще просто Каждый день летаю Счастье такое Вообще неверное Неверозимое Живут на одной улице В соседних домах В соседних квартирах Один летает Второй страдает Один Просто у него все не идет У второго все идет Как объяснить эту разницу? Вот объяснение Если бы сыны Израиля Приняли маленькие страдания Этих трех дней С верой и любовью То даже их было бы достаточно Для искупления всех грехов Совершенных в Египте Чтобы подготовить И очистить людей И сделать их достойными Земли Израиля Тогда они обрели бы Ее малыми страданиями Испытанными в течение Тех трех дней Поскольку небольшие страдания Принятые с любовью Могут перевесить Огромные страдания Без любви Он объясняет эту мысль Давайте я объясню На примере моих знакомых Значит приезжают они оба Приезжают они оба Прилетают в Израиль У одного например Пропал чемодан И у другого Один говорит Ну говорит Слава Богу Все Спасибо тебе Всевышний Я же читал Что земля Израиля Приобретается страданиями Вот они мои страдания Все Чемодан пропал Жалко Невероятно Но я принимаю с любовью Пропажу чемодана Второй говорит Чемодан пропал Да пошло оно все Что за жизнь У меня такая Ненавижу Ненавижу эту таможню Этот аэропорт Эту Эту Там то Все ненавижу То есть у обоих страдания Только один принял с любовью Второй Второй С ними борется Ненавидит И не принимает Дальше Приехали они Там куда-то Поселились Ищут квартиру Один ищет квартиру Другой ищет квартиру Один ищет квартиру Не находит Второй ищет квартиру Не находит Один говорит Ну Всевышний Слава Богу Значит Конечно мне тяжело Реально тяжело Но я принимаю с любовью Эти страдания Потому что я знаю Что земля-то Израиля Это подарок Она приобретается страданиями Значит Я принимаю эти страдания Спасибо тебе Всевышний За страдания Я верю Что ты добрый Квартира найдется Второй говорит Да что за жизнь такая Квартиры нет Ничего нету Что за жизнь Тут мусор Там мусор Пошло То есть он борется Он не принимает Вот это разница Значит Обратите внимание На этот важнейший принцип Которому учит Гурский рэп Между теми страданиями Которые человек принимает С любовью И теми Которые он не принимает Огромная разница Количественная И качественная Если он принимает Неприятности с любовью Ему почти не нужно страдать Иначе ему потребуется Во много раз больше страданий И он приводит Математическое вычисление Обратите внимание Мы видим Что разница Между принятием страданий С любовью Радостью И верой И нытьем По их поводу Такая же Как между Тремя днями И сорока годами В пустыне То есть Примерно В пять тысяч раз То что Искупают Небольшими страданиями Принятыми С любовью Могут искупить Лишь в пять тысяч раз Большие страдания Не принятые С любовью Опа С одной стороны Это великолепно Человек может Искупить Бесчисленное Множество грехов Небольшими страданиями Если примет их С радостью С другой стороны Это очень страшно Если человек Отвергает страдания Он навлекает На себя В пять тысяч раз Более продолжительные Тяжкие мучения Боже упаси Так говорит Гурский Рэбе И эти слова Гурского Рэбе Дают ответы На наш вопрос Две остальные вещи Приобретаются Путем страданий Тора И грядущий мир Так же можно Получить легко Если человек Принимает страдания С любовью и верой Если же это не так Для их приобретения Придется страдать Гораздо больше Возможно в пять тысяч раз Больше Таким образом Мы выучили Важнейший принцип веры Важнейший Если человек Принимает Небольшие мучения С верой и любовью Они могут Искупить Все его грехи Тогда Отменяются Все другие страдания Поэтому Хотя человек Должен подвергаться Страданиям Как сказано выше Тот у кого есть вера В частное предопределение Может Искупить все грехи Подготовить сосуды Для духовных благ Просто за счет Мелких неприятностей Неизбежных В повседневной жизни Вот то что Он нам сказал Такой секрет Такой секрет Вот сегодня у нас 160 человек Да Очевидно Всевышний Подумал Что те 40 Которые не пришли Сегодня Обычно 200 приходят Им сегодня Может быть Им надо это услышать А может быть Не надо Может быть То есть Мы видим Всевышний Каждому из нас Дает какую-то Все время Как полоса препятствий В этой полосе препятствий Он нам дает Возможности выбора Всегда есть возможность выбора Так сделать или так Так посмотреть на вещи Или по другому Принять Не принять Как мы описываем То есть Мы все время находимся Вчера как раз У меня было В марафоне Мастер В марафоне 10 шагов к счастью Вчера была Тема Дибкость мышления Вот я на стене Как раз нарисовал Что реальность Длится одну секунду И факт Это то Чем согласны 100% людей Тогда это факт А если Это не Сейчас И не согласны 100% То это уже Не факт Это уже Интерпретация История Мнение Убеждение Рассказ о чем-то Предположение То есть Мы живем Все в том мире Который конструируем Сами Своими словами Предположениями Описаниями Воспоминаниями Но это вообще Все не факты Это не реальность Теперь Когда приходит К человеку Какая-то Неприятность Во-первых Что назвать Неприятностью Один скажет Вот некрасивый Этот самый Некрасивый Фломастер Вот Ноготь у меня Некрасивый Заусеница Вот испачкался Один скажет Это все Это страдания Другой скажет Да нет Это вообще Не страдания Какие-то страдания Разве это страдания Это вообще Вообще Этого не вижу Теперь Но если человек говорит Что это страдания То Когда он сказал Что это для него страдания Это для него страдания То есть Мы не можем сказать Что для тебя Это не страдания Он говорит Да я страдаю Да нет Ты придумываешь Да я тебе говорю Я страдаю Да нет Нет я тебе говорю Я точно страдаю То есть мы видим Что сфера страдания Это тоже выбор человека Страдать Не страдать Теперь что он нам говорит Если ты страдаешь С любовью Ты принимаешь Ты говоришь Ну я страдаю Ну спасибо тебе Всевышний Спасибо тебе Я ну то есть А как Как я хотел Конечно надо страдать В Израиле Это земля Израиля Принимается Получается страданиями Зато теперь у меня Вообще все Я живу Духовно Земля Израиля Все Другой говорит Не не нет Все плохо Я страдаю Буду страдать И в этом виноваты все И земля Израиля И люди И правительство И все виноваты Очерняет все Всевышний говорит В пять тысяч Раз больше Дайте на дозу Чтобы Чтобы Ну все было честно А другому Он говорит Все Ты пострадал Принял с любовью Welcome Это примерно Так же работает В Есть время Называется Беном и Царим Это между 17-м Томузо И 9-м Ава 9-го Ава Как раз Это самый Черный день В истории Еврейского народа Среди всех дней Потому что В этот день Был грех разведчиков Когда Был плач Бессмысленный Вот этот Хинам Беспричинный И в этот же день Потом был разрушен Первый храм Второй храм В общем Все самые страшные вещи Включая Выселение Тогда Из Гушкатифа Когда Вот в тот момент Как раз Хамас И захватил Власть В Газе Когда вышли Из Гушкатифа И это было Очень была Большая Огромная ошибка Показать им Свою слабость И они подумали Что все Теперь они все Могут И вот сейчас Это последствия Вот того Того момента Теперь что Получается Когда Когда Человек Смотрит На окружающий Мир Он выбирает Интерпретацию Но в зависимости От того Какую интерпретацию Он выбирает Идет дальше Все 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 В его жизни И вот мы Сегодня выучили Что если Принять интерпретацию Что те страдания Маленькие Которые у меня есть Они Они Я их принимаю С любовью Как необходимость В этой жизни Не бывает Людей без страданий Вот смотрите Сейчас недельная глава Как раз Про Йосефа Йосеф праведник Его братья Продают В рабство Он в рабстве Его продают Перепродают Он попадает В одно место В другое место То есть У него Ну Жуткая ситуация Жизненная Да Написано Что всегда было Имя Всевышнего У него на устах И все что он делал Он был мацлер Ему везло Почему Потому что он все это Принимал с любовью Он спасибо Всевышнему Спасибо Все классно Вообще Я верю Я знаю Все отлично Все хорошо Все хорошо Теперь Вот прям сегодня Комментарий Раша На один момент Что Йосеф Его назначали Все время Главным Он был менеджер Такой хорошим То есть Он все время Как бы Становился Управляющим В том месте В котором он находился И был момент И был момент Почему на него Напала Жена Патифара Которого Он служил В доме У одного Министра Патифара Его звали Его жена Она начала Преследовать Йосефа Чтобы Ну Сексуальных Каких-то у него Были на него Планы Так пишет Раша В комментариях Что Йосеф Он начал Слишком Слишком Он начал Кайфовать Да Он там Следил за своей Внешностью Красиво И ему говорит Как бы Всевышний Говорит Смотри У тебя Отец Страдает Он же не знал Что Йосеф Жив Не жив Отец Страдает Ты в это время Здесь находишься Ну Все таки Ты должен тоже Находиться В каком-то Нельзя сказать Что страдание Но ты не можешь Кайфовать На сто процентов И он ему дал Вот эту вот Жена Патифара На него напала Прямо Раша Пишет Что из-за того Что он Слишком кайфовал На него пришло Страдание То есть тут Нужно вот этот Баланс соблюдать Если это страдание Это страдание То есть ты не можешь Сказать Что вот У меня сейчас Горло например Болит Оно болит Но я могу К этому относиться С сопротивлением Или принять Сказать Горло болит Спасибо Всевышнему Что горло болит То есть нельзя Отрицать То что тебе Есть проблема Но ты Эту проблему Принимаешь Как частное Индивидуальное Проведение От Всевышнего Что Всевышний Тебе с помощью Этой проблемы Хочет все равно Сделать добро Как ты Как ты Тора Земля Израиль Получается Обязательно Через страдания Это прямо Записана формула Ну и все остальные вещи Тоже получаются Через страдания Здоровье хорошее Через воздержание От вредной еды Через упражнения Которые В принципе Каждое упражнение Министрадания Сам по себе Спорт Физическая деятельность Это ты заставляешь Свой организм Преодолевать сложности В этом суть спорта То есть Дисциплина Это министрадания Каждый раз Когда ты преодолеваешь Свою лень То есть Все хорошее В этой жизни Приобретается Через страдания Теперь Или ты сам Эти страдания Себя нагружаешь Дисциплина Спорт Работа Учеба Воздержание От запрещенных вещей Это все страдания Но ты можешь Эти страдания Которые Обязательно есть в жизни Принимать с любовью А Это страдания Которые человек Сам на себя берет То есть Можно Пример Вот я привел С 17-го тому До 9-го ава Мудрецы говорят Возьми на себя Три недели страданий Мясо не ешь Вино не пей Музыку не слушай Там Последние 9 дней Не мойся горячей водой Ну и так далее То есть Возьми на себя Определенное количество Страданий сам И в принципе Любой Любой правильный подход К жизни Это набор ограничений То есть Человек Который Который Выстраивает Свою жизнь Исходя из логики Он идет Против Своей животной Сущности И Сейчас вот Есть психологи Которые отрицают И говорят Что в этом есть вред Я говорю Нет Невозможно без страданий То есть Ты просто можешь Перенести страдания Я не буду делать спорт Я не хочу делать спорт Я не буду делать спорт Я не буду Не буду Не буду Ты вроде бы кайфуешь Да Потом Оп Накопилось Не могу встать Тут болит Там болит Все Идешь к врачу Он говорит Извините У вас уже все износилось Вам операцию надо делать Там тяжелую операцию И вот когда Приходит страдание Уже в жизнь То есть Ты можешь его Или взять Микродозами На себя сам И в свою Опять же с любовью То есть Любой спортсмен Он любит страдания Он когда выходит С тренировки Он натренировался Он говорит Хух Сегодня прям стоять Не могу Прям да Но он эти страдания Взял на себя сам И он к ним Относится с любовью Значит Но если человек Не выгребает Свою дозу страданий Он ее получает От всевышнего Теперь Получив от всевышнего Страдания У тебя есть возможность Или их принять с любовью И сказать Это необходимая часть В жизни Значит Я где-то ошибся Что-то не так сделал Не туда повернул Или наоборот Меня ждет Какой-то подарок Земля Израиля Тора И вечная жизнь Но я принимаю это С любовью Или есть вариант Сопротивляться Злиться Ненавидеть страдания И этим самым Их усиливать В пять тысяч раз Это то Что мы выучили В этой книге Теперь Сегодня Второй Пятьдесят Шестой урок Здесь Он как раз Очень подходит К тому Что мы Выучили Значит Пятьдесят шестой урок Здесь Пятьдесят шестой способ Как увеличить Благодарное в жизни Он звучит так I'll be grateful After I get All that I want Значит Есть такая мысль у людей Что я буду благодарен После того Как я получу Все что я хочу И он говорит И он говорит Что эта мысль Она Полностью перекрывает У человека Возможность Благодарить Почему Потому что Никогда Человек не получит Все что он хочет И тот человек Который говорит Я вот получу Все что я хочу Потом я буду Благодарен Есть у него Сто Он хочет Двести Есть двести Он хочет Четыреста Он купил машину А у соседа Машина лучше И он хочет Тоже машину Как у соседа Он Значит Стремился К одному Получил Но другое То не получил То есть Позиция Я буду Благодарен Когда получу Все что хочу Она человека Лишает Благодарности В жизни Теперь Слава Богу Пишет автор У человека Есть возможность Переключать Режимы мозга И можно Переключить Режим мозга С позиции Чего мне не хватает Полупустых стаканов То есть То что я хочу Получить Это то чего Мне не хватает На позицию А что я уже Получил Что я уже Имею То есть Есть два режима Значит Что я хочу Получить И мне всегда Будет не хватать Что я уже Имею И у меня есть Миллионы Уже заполненных Стаканов Даже не полуполных А полностью Полных Потому что В прошлом У каждого из нас Есть масса Вещей Которые мы Хотели И получили Теперь Весь вопрос На чем я Выбираю Это свобода выбора Сконцентрировать Своё внимание Или я выбираю Сконцентрировать Своё внимание На том Чего мне не хватает Надеясь Что когда я получу Я буду счастливым И благодарным Это путь в никуда Ни счастливым Ни благодарным Такой человек Никогда не станет Потому что Известно Царь Соломон Нам сказал Что Не бывает Чтоб человек умер И половина Из того Что он хотел Было в его руке Есть второй подход Что кто Миашир Кто богатый Это пертьевод Миашир Асамех Бехелко Богатый Тот Кто рад Своему уделу То есть Как только ты посмотришь На то Что у тебя есть И ты можешь Это сравнивать С теми У кого больше И тогда тебе не хватает С теми У кого меньше Тогда у тебя избыток Проводили исследование Очень интересное Люди Которые зарабатывали 50 тысяч долларов Их спросили Конкретный опрос Сколько им нужно денег Для того Для того Чтобы быть Не так было Люди Которые зарабатывали 20 тысяч долларов В Америке Тысячи людей Их опрашивали Чтобы сделать Такую выборку Сколько им нужно денег Для полного счастья И они говорили В среднем Вывели Им нужно было 50 тысяч долларов И они говорят Если мы будем зарабатывать 50 тысяч долларов в год Мы будем полностью счастливыми Тысячи людей опросили и вывели вот эту среднюю цифру. 50 тысяч долларов в год, те, кто зарабатывали 20. Теперь взяли тысячу людей, которые зарабатывали 100 тысяч долларов в год и спросили их, сколько вам нужно для полного счастья. В среднем они ответили 250 тысяч долларов. То есть, как только у человека есть 30 или 20, он хочет 50. Как только у него есть 100, он не скажет, что мне 50 хватает. А когда-то же он 50 зарабатывал, он скажет, что мне нужно 250. То есть, гонка с целями – это бесконечный путь в никуда к ощущению несчастья. Понятно, да? Все, значит, это мы выучили сейчас две очень важные вещи. Первое. Немного неприятностей, принятых с любовью, уменьшает количество неприятностей в жизни в 5000 раз. Те, кто не принимают неприятности, они увеличивают мощность неприятностей, силу неприятностей, ощущение неприятностей в 5000 раз. Я вам даже скажу, что можно ощущение это увеличить в 5000 раз, не обязательно количество. Потому что человек, который можно переживать за одну и ту же неприятность годами. Вот у тебя, пожалуйста, уже 365 раз ты переживаешь, и переживаешь в 10 раз больше, это 3650 раз ты можешь увеличить переживание какой-то неприятности. Хорошо, друзья, все, мы уже сегодня заканчиваем, мы заканчиваем сегодня урок. Я думаю, что те, кто пришли сегодня, получили два очень мощных совета, два очень мощных таких вот знания, да? Хорошо, друзья, все, всем удачи, успехов! Чтобы Всевышний вам дал благословение, восполнил все, что вам не хватает, и нам не хватает. Но самое главное, что это принять реальность с любовью. Реальность – это реальность, это факт. То, что есть сейчас, это факт. Теперь ты можешь этот факт принимать, не принимать, злиться, не злиться, все, что ты хочешь. Дальше все, что будет потом, все твои желания, выборы, интерпретации, рассказы, выводы с этого урока – это чистая свобода выбора. Но от этой свободы выбора каждый из нас программирует свою жизнь, свои эмоции и свое будущее. Все, поэтому, дорогие друзья, всем удачи, успехов! Спасибо вам, что вы приходите на уроке. Урок сегодня – Лейлу Нишама Хаим Мойши Михаил Бен Дершон Миндич. Чтобы его душа была Бен Нишамо Дахаим, там, где души самых праведников – Аврам, Ицкак, Яков, Любавич, Теребе, Равицкак, Зильбер. У них есть там отдельные места для праведников. Чтобы мы удостоились туда тоже попасть через 120 лет. А все эти 120 лет, которые здесь нам отведены, чтобы мы жили в радости, в благодарности, в принятии Всевышнего, в выполнении заповедей, в Тора, добрые дела, молитва, прославляли Всевышнего. И чтобы Всевышний восполнил все, что нам не хватает. И, конечно, мир. Всем не хватает мира. Всем нормальным, добрым, хорошим людям хотелось бы, чтобы было больше шалома, добра, любви. Чтобы закончилась война как можно быстрее, чтобы, вот, представляете, было бы как классно, чтобы в декабре закончились все войны в мире. Вообще все. Закончились миром. И чтобы уже пришел Машех, был третий храм, чтобы мы все радовались, танцевали и прославляли Всевышнего. Все. Ханука Самеяк. Сегодня вечером зажигаем первую свечу Хануки. И свет Хануки, чтобы осветил все наши души, дома, семьи и весь мир. Все. Ханука Самеяк.